Харе Кришна, дорогие друзья, я приветствую вас! Сегодня 13 августа 2022 года и на очереди у нас 111 выпуск ответов на ваши вопросы. Я по-прежнему продолжаю учиться в Майапурском институте на курсе Абхактивиданта, это углублённое изучение Шимадбагаватам и до конца августа у меня очень такое напряжённое время, также я сейчас собираюсь на фестиваль алтайский с 15 по 22 августа, поэтому у меня пока очень мало времени, не получается больше двух выпусков в месяц записывать, но тем не менее как-то я кручусь-верчусь, стараюсь находить на это время. Надеюсь, в сентябре у меня будет какой-то передых и я смогу чаще появляться перед вами. Итак, пусть этот выпуск будет моим подношением Шри Кришне Ом Шри Кришна Арпанам Асту. Первый вопрос задаёт Оксана, она спрашивает. Человек постоянно меняется. Если мы не растём, то деградируем. А меняется ли Бог? Он идеален. Значит ли это, что его качества статичны, неизменны? Просто для нас они недостижимы. Каково ему быть ни с кем не сравнимым? Как это вообще понять можно, когда он существует и не деградирует? Если мы совершенствуемся, то ему от этого становится лучше. Откуда исходит свет из его головы, кожи или откуда? По-любому родителю приятно, когда его дети развиваются, получают хорошие оценки в школе, каких-то успехов достигают. Поэтому, если начать с конца, то да, ему приятно, когда мы развиваемся. А развитие обозначает не какое-то эгоистичное, просто я сам по себе великий. А развитие духовное обозначает, что я становлюсь ближе к Богу, обозначает с Ним я могу в более сокровенные отношения вступать. Понять его природу, конечно, целиком мы не способны, потому что, когда мы говорим о себе развитие, то все более или менее понятно. Мы несовершенные и нам нужно становиться совершенными. Вот это наша идея развития. Освободиться от кармы, освободиться от всяких дурных привычек, стать ближе к нему. Вот это вот наша идея развития. А когда говорим о развитии Бога, но он же тоже, по идее, развиваться должен, то когда мы узнаем о его таком качестве, как Ананта, обозначает бескрайний, безграничный, то возникает вопрос, если он безграничный, то куда же ему еще расширяться? Я расширяю свое сознание, потому что оно ограничено. Что-то я вижу, что-то не вижу, что-то понимаю, что-то не понимаю. А он видит все, он понимает все. То есть сразу нам непонятно, что такое развитие для него. Развитие для него — это развитие отношений с нами, это развитие отношений с его энергиями, то есть его энергии устраивают всевозможные игры, какие-то удивительные вещи для него, то есть вот как слуги веселят, допустим, своего господина. Точно также энергии служат Богу, есть так называемая Лила Шакти, то есть энергия его игр. Это Лила Шакти устраивает для него всевозможные развлечения. Итак, нам очень тяжело все эти вещи понимать, потому что мы очень ограничены, как есть китайская пословица, которая гласит, что лягушки, сидя на дне колодца, смеются над узостью неба. Для них небо — это просто такой маленький белый квадратик наверху, им говорят, небо огромное, они смотрятся на колодца, и говорят, да, вроде кажется, что не такое уж и большое. Но мы знаем, что если лягушки вылезут в колодца, тогда они поймут, что такое небо. Точно так же и мы оцениваем Бога со своей позиции, с позиции лягушки, сидящей на дне колодца. Поэтому сейчас для нас понять, что такое его совершенство, крайне сложно. То есть мы в гунах, он в негун. Мы ограничены, атомарны, а он, то есть нас называют Ану, Ану — это маленький, а он — вибху, то есть бескрайний, огромный. И поэтому мы можем говорить о его совершенстве, как о совершенстве отношений с бесконечным количеством живых существ. Вот. Поэтому нам достаточно тяжело эти все вещи оценивать, находясь в обусловленном состоянии. Вот. Ну а откуда исходит свет из лица, из кожи, из тела? Бога мы не можем разделять, расчленять, говорить, что это оттуда, это отсюда, потому что его тело полностью цельно, неизменно, неделимо. Вот. Если с меня, как говорится, можно шкуру снять, то с него невозможно, потому что он является полным целым. Вот. Поэтому на данном этапе мы можем просто удовлетвориться тем, что он — личность, превосходящая нас по всем параметрам, но при этом он стремится к отношению с нами. Вот. Обычно мы стремимся к отношениям либо с равными, либо к тем, кто старше нас, потому что как-то вот благодаря этому мы развиваемся. Хотя некоторые, конечно, стремятся и к отношению с младшими, потому что в этих отношениях с младшими, с детьми, они могут блеснуть своим интеллектом, какими-то своими способностями или, допустим, с животными, потому что по отношению к животному я чувствую себя выше. Вот. И я чувствую себя хозяином, господином. Это приятное чувство для моего эго. Вот. Но Богу нету равных и нет никого старших. Его одно из имён — Асама Урдхва. «Сама» обозначает тот же самый, а «урдхва» обозначает выше. А этот префикс «а» вначале обозначает отрицание. «Асама Урдхва» обозначает нет никого, кто такой же самый, как он, и тот, кто выше его. Вот. И поэтому с кем ему общаться? Он общается с нами. Вот. И более того, он себя, как говорится, подгоняет под наши масштабы, чтобы общаться с нами на равных, а иногда даже ставит себя в зависимости от преданных, играя роль ребёнка и так далее. Вот. Короче говоря, нам это всё достаточно сложно понять, но если мы из этого колодца вылезем со дна, вот тогда есть шанс, что мы начнём эти вещи понимать лучше. Ещё вопрос от Оксаны. «Как понимать, что Кришна Ниранжана?» «Кришна, по факту, один мужчина в духовном мире — это вопрос. А все остальные женские энергии, даже те, кто в мужских телах, мужчины, поэтому мечтают быть, как он — один мужчина, и все ему служат. Это так?» Я не совсем понял связь имени Ниранжана с его статусом единственного мужчины, потому что Ниранжана обозначает чистый, ничем не покрытый. Анжана — это некое покрытие, а Нир — это отрицание. Нир, Анжана обозначает ничем не покрытый, то есть в чистом виде. Таково значение этого имени. Мы покрыты тонким телом, физическим телом, и душа скрыта этими оболочками. У Кришны нет тонкого тела, физического тела, его тело полностью сочетано над Виграха, духовное, поэтому его и называют Ниранжаном. Что касается его статуса единственного мужчины в духовном мире — это не совсем так, потому что мы читаем, допустим, пятнадцатую главу третьей песни Шимад Бхагава, которая называется «Описание духовного мира», и там говорится, как вот жители Вайкунхи вместе со своими женами, это обозначает, что там есть и мужчины, и женщины, они летают на этих летательных аппаратах и так далее, пославляют Вишну. В общем, такое у них приятное времяпрепровождение. То есть это говорит о том, что там есть эти все роли мужчины и женщины, но Вишну или Кришна, он является основным, то есть мы знаем, что у Кришны есть друзья, это обозначает мужского пола, есть подруги женского пола. То есть не то, что он один мужчина, а все остальные женщины. Но вы правильно заметили, что по своему статусу даже те, кто в духовном мире имеют мужские тела, они выполняют роль служению, то есть занимают роль шакти или прокрити подчиненной энергии, это само по себе является олицетворением женского принципа. Вот и интересно, что в этом мире, конечно же, эта болезнь, она в общем-то может потенциально кого угодно поразить желание быть наслаждающимся и того, кто в женской роли в духовном мире, кто в мужском, это не имеет значения. Но мы видим, что в этом материальном мире есть такое движение феминизм, которое достаточно сильно в наше время, когда женщины пытаются быть похожими на мужчин, делают короткую стрижку, одевают брюки, получают какое-то там образование или становятся боссами, начальниками, делают карьеру или сами какой-то свой бизнес начинают. То есть вот эта вот идея независимости кажется им привлекательной стать мужчиной, стать Пурушей в этом плане. Но природу не обманешь и мы знаем, что все равно внутри такие женщины, которые пытаются играть независимые мужские роли, они не очень-то счастливы этой независимостью. Вот был такой хороший советский фильм, служебный роман, как раз там одна такая деловая очень женщина, достигшая высокого карьерного положения, играющая такую независимую из себя, в конце концов, как у нее там завязывается роман с одним подчиненным сослуживцем. Вот и она оказывается в своей естественной женской роли и что ей от этого лучше, а не хуже, хотя она кажется уже не является начальницей, но зато она в своей естественной роли. Далее вопрос задает Максим. Как избавиться от сомнений, что Кришна Верховный и служить нужно именно Ему? Есть ли разница, кому служить Раме, Кришне или Вишну? Их имена одинаково могущественны? И да, и нет. Все эти сомнения уничтожают сознание. Да, потому что это все одна и та же личность. Нет, потому что это личности, которые проявляют большее или меньшее могущество. И священные писания и шастры говорят нам об этом. То есть есть, допустим, Брахманда Пурана, есть Вишну Сахасранама Стотра, тысяча имен Вишны. И там есть утверждение о том, что тысяча имен Вишну по своему могуществу равны одному имени Рама, а три имени Рамы равны одному имени Кришна. То есть, получается, что имя Кришны в три раза более могущественно, чем имя Рама, а имя Рамы в тысячу раз более того, чем имя Вишну. Вот все такая простая арифметика. А если его имя могущесть, более могущесть, значит и сама эта личность занимает более высокий статус. Вот так все просто. Далее Максим спрашивает. Какие последствия будут за нарушение обещаний Кришны? Что нужно делать, чтобы все исправить? Ошибки осознал. Больше обещаний даю. Посты в страсти не соблюдаю. Ну а что тут исправлять? Вы пока могли, следовали. Потом организм какие-то требования предъявил. И вы уже поняли, что плохо может закончиться. Да, нужно было поесть или попить. Это очевидно. То есть вы выяснили, что эта аскеза на данном этапе превосходит ваши возможности. Поэкспериментировали. Это не то, что просто из-за каприза какого-то. То есть это реальный был какой-то сигнал от организма, что нужно что-то такое внутрь залить или закинуть. Потому что иначе будет плохо. Можно просто извиниться перед Кришной за то, что переоценили свои возможности и все. В Шимат Бхагава там говорится о том, что обеты можно давать не обязательно на всю жизнь. Можно давать обет на какой-то ограниченный срок. То есть допустим на месяц, на год, на три, на период обучения и так далее. Вот как допустим в Брахмачаре бывают. То есть те, кто соблюдают целебат, обет безбрачия. Или на период обучения в Гурукуле, пока они учатся. Или там на какой-то ограниченный срок. Они дают только единицы, могут дать этот обет допустим на всю жизнь. Вот потому что у всех людей разный потенциал и это нужно учитывать. Далее вопрос. Ботаник Трус. Во второй беседе с православным вы говорили, что начинались чтения Кастанеды и Блаватской в молодости. Поделитесь в чем смысл этих учений. Что там за такая доктрина до сих пор люди изучают. Есть ли там истина хотя бы применительна к нашей реальности и какая-то польза. А про тайную доктрину Елены Блаватской я как-то рассказывал. Поэтому повторяться уже не буду. Смотрите предыдущие выпуски. Учение Карлоса Кастанеды было очень популярно в 80-е годы в СССР. Эти книги ходили в ксерокопиях, в самодеятельных переводах по рукам. И считались тогда вообще вершиной эзотерики. То есть это учение, которое основано на опыте какого-то мексиканского индейца, которого звали Дон Хуан. И там этот Карлос Кастанеды, который с ним якобы общался, записаны какие-то практики, результаты и так далее. Причём в такой всё немножко приключенческой форме описаны. Их там по-моему 8 томов или что-то около того, точно уже не помню. То есть развитие определённого видения, мистических способностей, различные тренинги, такие как бег силы или стирание личной истории, управляемые сновидения и так далее. Причём также они использовали какие-то там галлюциногены, типа какие-то грибы особые, какие-то растения, которые в Мексике растут и так далее. И главная идея состоит в том, чтобы кристаллизовать сознание своё, потому что по их поверью в момент смерти некая тёмная сила, которая называется орлом, она как бы пожирает наше сознание. И поэтому нужно в течение жизни развить вот это вот сознание и проскочить мимо орла в момент смерти, таким образом сохранить состояние бессмертия. Это вот для них высшая цель, высшая доблесть. Это их прайоджина, это то, к чему они стремятся. Если переводить на язык ведических понятий, то это можно назвать неким развитием сидых, то есть мистических совершенств. Вот, но с некоторым, конечно, таким, как это сказать, с некоторой примесью такой атомогуны, потому что какие-то галлюциногены они принимают и так далее. Вот, то есть такой вот духовности в ведическом смысле слова, как вот освобождение души или развитие личных отношений с Богом, там, конечно, не пахнет. То есть никаких понятий о Боге, о душе ясных нет. Вот, но это было очень привлекательно, и когда вот эти все подошли времена перестройки, постперестройки, вот это все хлынуло на рынок, люди уже там за всеми этими ксерокопиями уже пошли официальные переводы, там целое собрание сочинений. Вот, и люди многие этим увлекались, постоянно там цитировали, что-то там пытались практиковать. Некоторые, правда, попадали в психушки даже после этой практики. Вот, ну, я все это читал, что-то там тоже немножко пытался практиковать, но, как говорится, Бог миловал, пронесло меня, и уже во второй половине 80-х годов Кришна меня, как говорится, под белые руки приватизировал. Далее вопрос задает Марина. В своих выпусках вы говорили, что на райских планетах не рождаются дети, но ведь там родились и Шани, Дев, и Будха, Меркурий, или там дети могут рождаться только у Девов. И как происходил расчет гороскопа до рождения Сатурна и Меркурия, до разделения Раху и Кету, или тогда гороскоп был не нужен? Для того, чтобы понять эти вещи, нужно условно разделить обитателей высших миров, или этих райских планет, на две категории. Первая категория – это те, кто управляют, вот эти вот личности, которых вы назвали, полубоги, связанные с разными планетами. И, можно сказать, рядовые граждане, которые заслужили себе просто хорошую карму, пали на райские планеты для того, чтобы наслаждаться. Так вот, вот эти личности, такие как Шани, Дев, который является сыном Солнца, или Сатурн, или Будха, Меркурий, который является внебрачным сыном бога Луны, Сомы и жены Брихаспати, Тары. Этот Сома увел у Брихаспати, у Юпитера, эту Тару, жену, и вот они изучали этого Будху, Меркурия. Вот, нужно понимать, что это не совсем такие человеческие, ну, биологические, можно сказать, отношения, потому что Будха или Меркурий, он родился практически сразу. То есть, когда Брихаспати узнал, что его жена беременна от другого, он приказал сразу, говорит, роди немедленно этого ребенка, я ничего тебе не скажу, не буду тебя, так сказать, не осуждать, ничего. Вот, и этот Будха, он родился сразу же. Вот, то есть, не то, что вот как у нас, да, там, 9 месяцев, беременность, там все эти токсикозы и прочие дела. Вот, то есть, внешне это все выглядит как у людей, на самом деле это, конечно, более тонкие процессы. Вот, а что касается, и вот эти вот, это начальный этап творения, вся вот эта вот история в Пуранах, которые вот про этого Шани Дева, Будху и так далее, вот описывается также, что вот эти вот полубоги, солнце там и луны и так далее, Индра, они селятся сыновьями Адити и Кашьяпы. Индра, Кашьяпы, это один из таких, ну, про Джапати, про отцов вселенной, вот, то есть, они все рождаются. А вот эти вот рядовые жители райских планет, которые приходят туда наслаждаться, они не рождаются, они появляются там, ну, как бы, как входят или как просыпаются уже в готовом виде, у них нет там этого счастливого детства, так называемого, нет там никаких бубльгумов для детей и прочих разных тем. Вот, то есть, они уже во взрослом теле появляются на райских планетах, они там не старятся, наслаждаются такие вечно молодые взрослые, которые просто проводят там какое-то определенное время и рождение, воспитание детей не входит в их программу, то есть, это мир не стареющих взрослых. Вот, а что касается расчета гороскопов, то понятное дело, что пока все вот эти вот полубоги не появились, еще, собственно говоря, и люди-то тоже не в полной мере проявились, поэтому гороскопы рассчитывать было и некому, и незачем. Поэтому все здесь идет поэтапно и появляются какие-то вещи, становятся актуальными в свое время. Далее вопрос задает Елизавета. Что вы думаете о молитве Вайшнава Шарана, авторства Двакинанданы Дасадхакура? Говорится, что она является профилактикой Вайшнава Апаратхи, а так как это единственное, что может помешать на духовном пути, имеется в виду Вайшнава Апаратха, то эта молитва должна быть популярна, но это не так. Я нашла ее текст, но не могу найти ее в чем-либо исполнении. Слышали ли вы ее в исполнении учителей из кон и кого именно? Молитва, да, называется Вайшнава Шарана, обозначает найти убежище у Вайшнава, то есть найти покровительство у Вайшнава. Я никогда эту песню не слышал в исполнении, в таком певческом Шила Прапупада ее не пел, по меньшей мере, из тех записей, которые я встречал, я этого не видел. Его ученики тоже, соответственно, не пели ее. Я текст нашел в выдержке из журнала учеников Гору Гавинда Сами. Возможно, он ее пел, но я не слышал, есть ли эти записи или нет, не знаю. Что касается того, что это профилактика Вайшнава Апаратхи, то есть оскорбление Вайшнавов, которое является главным препятствием на пути духовного прогресса, это может быть так, но Шила Прапупада немножко по-другому к этому вопросу подходил. Он дал нам знание о десяти оскорблениях святого имени из Падмапураны, объяснил эти вещи и сказал, что вот этого нужно избегать. То есть, по его мнению, этого вполне достаточно, поэтому мы, в общем-то, на другое и не распыляемся, дай Бог бы понять все то, что в этих десяти оскорблениях заложено. Кроме того, я бы сказал, что еще одной из причин, которые создают проблемы в духовной жизни и о чем мы практически не говорим или крайне редко говорим, это не только Вайшнава Апаратхи, но и Джива Апаратхи, то есть оскорбление других живых существ. Вот если мы почитаем 29 главу третьей песни Шимадбхагавата, то там Капила Дева, излагая своей матери Дева Хути, учение о чистом преданном служении, говорит, что если всему правильно следовать, то ум человека, естественно, начинает тянуться к имени Кришны, к его форме, к его играм и так далее. И если этого не происходит, то одной из причин этого может быть то, что мы пренебрежительно относимся к другим живым существам. И это происходит, в свою очередь, от того, что мы не считаем их равными себе, то есть мы не понимаем, что параматма или бог сердца находится в теле каждого живого существа. И поэтому, допустим, если я просто считаю себя выше и лучше, там, муравья, таракана, кого угодно, и как-то могу себя вести, ну, так сказать, по отношению к ним пренебрежительно, или какое-то насилие совершать даже, это есть Джива Апаратха. Это, конечно, не то оскорбление, которое выкинет меня из духовной жизни, но это то оскорбление, которое не даст мне вкуса. Вот потому что там Капилла Д.В. объясняет, что пока мы не научимся видеть равенство всех живых существ, и пока мы не будем выражать почтение Богу или параматмы в сердцах всех живых существ, мы не сможем завоевать его милость. А не завоевав его милости, мы не сможем получить этого высшего вкуса. Понимаете? Какая интересная логика. Вот этот вот момент мы очень часто игнорируем. Понятное дело, что избегать оскорблений преданных – это пункт номер один. Но избегать оскорблений других живых существ – это тоже очень важный момент. То есть мы должны развить в себе эту самодаршину. Самодаршина обозначает равное видение, равно воспринимать все живые существа. А как же мы можем их равно воспринимать? Они же реально разные, правильно? Поэтому в Бхагавадгите, в 5 главе, в 18 стихе, Кришна говорит, что ученый-мудрец, благодаря этому смирению, духовному знанию, одними глазами самодаршина смотрит на кого? На корову, на ученого брахмана, на слона, собаку, собакоеда. Откуда у него такое равное видение? Они же по телам-то реально разные, да? А потому, что он видит параматмы, которые присутствуют в сердце каждого живого существа. И поэтому он равное почтение выражается. И Капилла Дев дали в этой 29 главе 3 песни говорить, что ты должен поклоняться божествам до тех пор, пока не поймешь, что я, как параматма, нахожусь в сердцах всех живых существ. Потому что это видение изменит твои отношения. И когда ты будешь равно относиться, уважительно ко всем живым существам, вот тогда ты получишь мою милость. И тогда уже проще развивать духовный вкус и так далее. Вот поэтому то, что вы предложили петь эту молитву, это хорошо. Но есть и другие более доступные для нас методы, которые прямо изложены в шастрах. Далее Елизавета спрашивает. В разных источниках, в разных формулировках говорится, что према, любовь к Кришне, очень редкая вещь, что достигают Бога очень редкие души. Во мне это вызывает либо чувство соперничества, либо депрессии, так как получается, что статистически мои шансы невелики. Как понимать это утверждение, чтобы оно не вызывало таких чувств? Насчет соперничества, чувства соперничества, я не совсем понял, с кем вы собираетесь соперничать за према. Это же не какой-то штучный товар, что он достался кому-то одному, как кубок мира, победитель один держит этот кубок, а всем остальным не достался. То есть здесь не совсем понятно, потому что Кришна према, она же в сердце каждого живого существа находится. Вот это утверждение, что она является редким чем-то, оно странное, потому что читание Чиритамрита, один из таких важных вайшнавских текстов, говорит нам как раз другое. Нитя ситха кришна према, садья кабуна, шраванади шутхи читты, кара иудоя, что Кришна према как раз вечно находится в сердце каждого живого существа. И она пробуждается, когда мы поливаем это семя, это любви при помощи процесса шравана киртана, слушания и воспевания. Поэтому Кришна према, она является не редкой, она как раз является повсеместной, абсолютно повсеместной. Она находится в сердце каждого живого существа. А редким является не она, а ее достижение. То есть то, что мы можем не совсем правильно этот процесс практиковать, вот о некоторых элементах я только что сказал, отвечая на предыдущий вопрос. И поэтому нету вообще-то говоря повода для депрессии, для негативных эмоций. Нужно просто понимать, что это конечно не так быстро достижимо, но это достижимо. Допустим, мы знаем, что вот есть самая высокая вершина мира, Эверест, высота 8 километров, сколько там, 848 метров. Раньше, в советские времена, когда учился в школе, география была одним из моих любимых предметов. И я не знал слова Эверест, но на всех наших советских картах это называли пик коммунизма, почему-то. Самая высокая гора, пик коммунизма. Вот. Пик коммунизма оказался для нас недостижимым. Сразу после этого, развитого в кавычках социализма, мы скатились в дикий дореволюционный капитализм. Но это ладно. Когда я узнал, что пик коммунизма, это на самом деле Эверест, так-так называется, или там на местном языке его называют Джамалунгма, по-моему, если я не ошибаюсь, то ради чего я это все говорю, собственно, что 8 километров, 848 метров расстояние небольшое. Обычный человек может пройти это расстояние за 2-3 часа по горизонтали. Но когда речь идет о вертикали, вот тут все меняется сразу же, понимаете? Потому что выясняется, что меняется давление атмосферное, разреженный воздух и так далее, смена температуры. И уже, если вы по прямой можете пройти эти 8 или 9 километров за 2-3 часа, то по вертикали вы будете, ну там, как минимум неделю, а то и две карабкаться. И то не все это выдерживают. Некоторые спускаются, не выдерживают все это. То есть, выясняется, что есть проблема адаптации. Если мы это все переведем в сферу духовности, то наш ум, наш ум сейчас с его какими-то материальными желаниями не готов в полной мере к такому чистому, бескорыстному, преданному служению. Вот мы там 2 часа прочитал 16 кругов, книжки почитал, лекцию послушал, ну надо переключить на что-нибудь другое, на какие-то более привычные для ума вещи. Вот. То есть, он с вершины спустился и теперь он бегает по своим этим привычным делам, по своим равнинам, там, где ему более комфортно. Но поскольку мы это делаем каждый день, поднимаемся, 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 ум становится чище, постепенно он адаптируется ко всей этой вот идее духовности, ему становится это как-то уже естественнее, он привыкает, уже нет такого ощущения, что прямо он там в какой-то совершенно незнакомой, пугающей атмосфере находится. Вот. Поэтому здесь нужно понять, что должно быть просто вдохновляющее общение и реалистичные ожидания. Допустим, учитель Бхактишилы Прабхупада, Бхактишилы Прабхупада, Бхактишилы Прабхупада, Бхактишилы Прабхупада, что в общем для обычного человека нужно минимум три жизни для достижения Кришна Премы. Одну жизнь прожить по правилам Варнашамадхармы, вторую жизнь прожить практикуя Вайди Саддна Бхакти, то есть практикуя процесс Бхакти по правилам и третью жизнь практикуя Рагануга Саддна Бхакти, то есть уже более спонтанное преданное служение. Вот тогда да. Шилы Прабхупада довольно часто мотивировал своих учеников и нас, своих последователей одной жизнью, что вы должны за одну жизнь этот бизнес, как говорится, закончить. Хотя в шастрах есть утверждение, что это невозможно, есть и что возможно, и что невозможно. То есть как это все примирить? Это примиряется очень просто, в зависимости от квалификации человека, от того, насколько он внутренний, зрелый или незрелый. Поэтому Шилы Прабхупада вложил в этот процесс свою особую шакти, вот эту вот энергию, особую милость, что повышает наши шансы. Вот. Поэтому отчаиваться в любом случае не стоит, потому что вот это вот ощущение ой, я не смогу, я неудачник, не получится. Это все из гуны страсти, которая сразу хочет нахрапом все и побыстрее. Вот. Если мы перейдем просто в гуну благости, то это во-первых вот этот вот весь драматизм в негативном смысле слова уберет. Все это будет как-то более естественно, нормально восприниматься. Вот. И глубже мы начнем все эти вещи понимать, более реалистично оценивать и более спокойно к этим вещам относиться. Далее вопрос задает Ержан. В 2019 году я случайно начал смотреть шокирующие видео убийства людей. Мексиканские картели, как они расстреливают, расчленяют людей. Вначале я был в шоке и депрессии, но потом как-то даже стало интересно и я привык. Что происходит с умом с вашей точки зрения? Ум становится грубым? Какой эффект от просмотра таких видео на нашу карму, на душу, на ложное эго? Ум обладает пластичной природой, то есть он как вода приобретает форму сосудов, которые воду заливают. Именно поэтому ум еще сравнивают с луной. Луна отвечает за стихию воды, мы знаем. И в Шимадбхагава там ум еще называют манаса саровара, то есть буквально озеро ума. Саровара обозначает озеро. То есть это к водной стихии. Поэтому ум может менять форму. На что смотришь, вот такую форму ум приобретает. И поэтому он может адаптироваться. Допустим, если вы из какого-то чистого места зашли в место, где не очень хорошо пахнет. Вот. В какой-нибудь там общественный туалет советских времен. Когда не было там нерматизаторов, когда там уборку раз в неделю делали. И сразу же вы в состоянии полуумрачном находитесь. вот. Но если вы в этом туалете проведете пару часов, вы принюхаетесь и перестанете замечать эти запахи. Понимаете? Просто потому, что ум и чувства адаптировались. Вот. Точно так же и с насилием. То есть, когда люди попадают в какие-то ситуации, там, допустим, война, или вот люди, которые имеют дело с постоянными убийствами, допустим, следователи этих вот убойных отделов. Это совсем другое. мой один одноклассник, бывший, школьный, он также мой сосед, он закончил юридический факультет и несколько лет работал там, как, ну, практикантом в этом убойном отделе. И он мне показывал, ну, это, конечно, было запрещено, наверное, но он показывал мне фотографии там разные с места, убийств, всякие ужасы. Для меня это был чистый ужас вообще. Вот. А для него нормально. То есть, он уже привык. Это называется профессиональная деформация. когда человек привыкает к каким-то таким вот, ну, экстремальным, вообще ненормальным абсолютно вещам и уже не воспринимает это все. Это как, допустим, те, кто работают там в морге, да, эти патологоанатами, тут у них тела мертвые, они тут могут там чай пить, там есть что-то и не замечать этого всего, да. Для обычного человека нахождение там это шок вообще. Я помню, когда пират попал в морг, там, отец, когда умер, оставил тело, забирали. Вот, я туда зашел, первый раз, я смотрю, значит, там эти тела лежат. Для меня это было так ужасно. А люди, которые там рвали, они не замечают абсолютно. Это профессиональная деформация. Вот, поэтому вы верно сказали, что происходит какое-то определенное такое огрубление ума, как вот, допустим, если вы голыми руками будете все время касаться каких-то железа, каких-то таких вот грубых материалов, то с течения времени и кожа огрубеет, она будет менее чувствительна. Вот, то же самое, когда ум погружается вот эти вот темы, связанные с невежеством, с разрушением, со смертью и так далее. Вот, происходит вот такое вот огрубление, как люди на войне. Сначала шок, потом это уже работа становится. Они уже этой смерти, всей этой крови уже не боятся, уже не замечают ничего. Но какой эффект на карму? Ну, смотрите, пока человек новенький в этой теме, для него кого-то, допустим, убить, это тяжелый моральный выбор, на самом деле, страх какой-то, да? А если люди этим постоянно занимаются, то это, смотрите, чем-то привычным. И таким людям, которые вот в этом всем находятся, им уже легко это делать, понимаете? То есть, практически параматма, бог сердца, она отключает у них уже вот этот вот чувствительный, совесть и так далее. Вот, и насилие для него становится чем-то таким естественным, его не пугает больше, там, крики этих жертв, или вид крови, там, или изуродованные тела. Поэтому, это не совсем нормально, конечно. Вот, лучше такие вещи не смотреть, чтобы все это не превратилось в нашем сознании в норму. Потому что, иначе, сместится наша система самоценности и наше моральное поведение изменится не в лучшую сторону. В этом плане, конечно, вот ужасны все вот эти современные компьютерные игры, все эти стрелялки, да, когда люди без проблем нажимают на курок, они говорят, ну, я же никого не убиваю, это же просто игра, это просто на экране, да. Но когда человек научился нажимать на курок на экране, потом ему так же легко будет нажать курок и в жизни. Потому что он привык к этому всему уже. Для него убивать кого-то это просто игра. Он радуется, что он в кого-то попал, понимает, что он кого-то убил. Вот, то есть это вещи, которые являются ненормальными с точки зрения духовно развитого человека. Но современная жизнь, как видите, это превращается уже в норму. Далее вопрос задает Белита. Мне 60 лет, я долго жила за границей, теперь вернулась в родные пенаты, живу со взрослым сыном, который курит, ест мясо, периодически не работает и по взглядам враждебно настроенный атеист. Еще у меня есть младший брат, алкоголик. Он живет отдельно, я регулярно привозила ему вещи, пока могла, немного помогала деньгами, теперь сама стеснена в средствах. Но он побатился в нетрезвом виде звонить и требовать общения. Что делать с ними обоими? Ну вот, таков результат общения с невежественными людьми. То есть вы из благих побуждений своему брату хотели помочь, он это все расценил по-своему и теперь он это считает уже некой нормой, чем-то само собой разумеющим. Теперь он начинает требовать уже этих вещей. То есть у него нет чувства благодарности. Ну, в каком-то смысле с ним проще, потому что он живет отдельно, можно там либо номер сменить, либо игнорировать, его, так сказать, номер в эти самые, как они, заблокировать, да, вот, либо, так сказать, пару раз, может быть, жестко поговорить, чтобы он понял, да, что его претензии небезосновательны. А с сыном, конечно, сложнее, потому что вы живете вместе, то есть отчасти вы зависимы от него. Вот. И что здесь можно поделать? Ну, здесь только нужно вспоминать третий стих шаштыки, что нужно научиться быть смирение травы, лежащие на дороге, терпеливее дерево, выражать почтение всем, а не ждать почтения в свой адрес. Вот в таком состоянии ума человек может постоянно воспевать святое имя Господа. То есть, мы попадаем порой в какие-то стесненные ситуации против своей воли, ну, как кармически, да, и мы думаем, о, было хорошо, теперь стало плохо, но нужно всегда пытаться увидеть здесь какой-то высший смысл, потому что, с одной стороны, понятно, что люди стремятся к какому-то комфорту, это естественно и нормально, вот, но не это является целью жизни. Целью жизни все-таки является развитие такого состояния сознания, когда мы чувствуем свою полную зависимость от Бога, хотя эти ситуации может быть и неприятны нам. И вот то, что вы описали, это крайне неприятно. Брат-алкоголик беспокоит, сын с какими-то демоническими склонностями тоже, то есть вам некомфортно, вы не чувствуете себя в каком-то убежище, да, вот, то есть с материальной точки зрения какая-то тяжелая полоса вашей кармы, но с духовной точки зрения это ситуация, когда вас вот это вот эти обстоятельства, силы обстоятельств побуждают, побуждают становиться более смиренными, более зависимыми от Бога. То есть воспринимаете это просто как некую школу, и когда это состояние станет для вас естественным, что вы не просто будете думать какой кошмар, а вы поймете, что это школа, да, через которую вам нужно пройти и научиться, тогда изменится качество вашего воспевания святого имени, и это то, что требуется доказать, потому что вы станете ближе к Кришне. То есть старайтесь видеть позитив в этом негативе. Далее тот же автор Белита пишет, в мои 60 лет у меня длинный список болезней, пришлось бросить работу преподавателя из-за зрения, я с трудом читаю, и это пока не лечится. Другие болезни без хирургического вмешательства не позволяют мне работать физически. То есть мое служение Господу в храме не ограничится только денежным вкладом. Поэтому я думаю, что если перестать вообще лечиться и принимать препараты медицинские, чтобы побыстрее избавиться от этого тела, не будет ли это расценяться как самоубийство с точки зрения ВЕТ? Ну вот, если бы вы были там молодой женщиной, если бы у вас там какие-то были дети на руках и так далее, тогда это было бы, расценилось бы, да, действительно, как самоубийство. Но для людей преклонного возраста есть интересные наставления. Пожалуйста, Шима Адбагава, там седьмая песнь, 12 глава, 23 стих, наставление для Ванапрасх, то есть для людей вот такого уже возраста. Что там сказано? Когда из-за болезней или старости Ванапрасха становится не способен выполнять предписанные ему обязанности, изучать веды и развивать в себе духовное знание, он должен поститься, то есть прекратить есть. Конец цитаты. Ну и дальше там описывается, что он должен заниматься медитацией на Всевышнего, там описывается элемент этого, то что Анга-йоги, понятно, что это не для нас, не наша саддана, у нас другая саддана, у нас в основном слушание, воспевание, памятование, но главная идея в чем? Что человек не просто прекратил есть и через 10-12 дней все окончено, а то, что это может выглядеть как некое самоубийство, это может быть оправдано в том случае, если человек ставит себе духовную задачу, то есть когда вот эти вот духовные привязанности, они в приоритете, и тогда это становится оправданным в связи с тем, что болезни, неблагоприятная ситуация, ничего невозможно, какой смысл какую-то жалкую искусственную жизнь себе поддерживать, вот когда ну как бы силы обстоятельств показывают, что вот неизбежно все туда идет, да, вот поэтому в общем Шимаадбагаватам дает такой совет, когда действительно болезнь и обстоятельства приводят к тому, что уже как бы игра не стоит сечь, продолжать ее какого-то особенного смысла нет, то есть это естественно никакое не подстрекательство к самоубийству, а это естественный достойный уход для человека, которому в общем-то нечего и некого больше терять в этом материальном мире и когда уже вот это вот развитие отношений с Богом идет, тогда это просто как такая ну небольшая внешняя помощь, чтобы ускорить этот процесс, ну по меньшей мере Шимаадбагаватам так сказано. Далее вопрос задает Никита в лекции Кот Сампродай Бхакти Вегиана Госвами на 25-й минуте называет Вас Враджендра Кумар Прабхуй цитирует Вашу лекцию Вы тоже его часто цитируете А Вы общаетесь? А с Читани Чандра Чаранам Прабху какие у Вас отношения? Я слушаю только Вас и Бхакти Вегиана Гасами очень приятно что у Вас такое обоюдное приятие Ну по великой удаче и милости Кришны я лично знаком с этими двумя возвышенными Вайшнавами Иногда мы общаемся в основном это происходит тогда когда они приезжают в Майапур и останавливаются где-то в том районе Раслам Ритакунж где я живу и это становится более-менее физически возможно поскольку мы рядом живем Да я сам регулярно слушаю семинары Бхакти Вегиан Гасами Махараджа очень глубокие очень интересные лекции много чего я черпаю и для себя и для своей проповеди всем рекомендую вот сейчас я слушаю его интересный семинар который называется структурный анализ Шимат Бхагават это помогает мне в моей учебе в Майапуртском институте где я изучаю Шимат Бхагават что касается читания Чана Чарана пробую с ним я лично знаком с 89-го года в ноябре 89-го года нас представили друг друга в Санкт-Петербурге я приезжал туда на встречу первую встречу с моим Дик Шагуру вот и нас познакомили потому что он на следующий год то есть это было в конце 89-го а он весной 90-го собирался ехать во Владивосток потому что тогда у его жены еще были родственники в Уссурийске под Владивостоком и он планировал сюда приехать а я был тогда старшим отвечал за Владивостокскую ядру поэтому нас познакомили и действительно следующий год в мае 90-го он приехал и как-то так периодически мы общаемся вот и даже один раз в 2005-м году если я не ошибаюсь в 5-м или 6-м в Анапе на фестивале Садху Санга нас даже поселили в одну комнату потому что там был большой дефицит жилья не было вот этого частного сектора то есть там все было на достаточно ограниченной территории там была одна гостиница мест было не так много поэтому мы с ним сколько там 5 дней или 6 не помню жили в одной комнате такой был опыт ну и конечно продуктивно общались далее вопрос задает Вадим получают ли благо люди когда за них предлагаешь витильки в месяц Дамодара или это такое же заблуждение как посвящать свои круги джапы другим людям ну как мы можем проверить помогает это другим или не помогает это же не денежный перевод что там отправил потом получил подтверждение что перевод доставлен да можно проверить это такие тонкие вещи когда люди желают друг другу блага или там придут какие-то благословения молятся за кого-то вот здесь мы можем только верить не верить в этом я сейчас объясню почему это так это не просто какой-то момент знаете такой неопределенности а это момент который связан с тем что Кришна войдет в этот наш процесс или не войдет а это уже его личное дело я сейчас объясню почему но допустим в Майапури там очень много учеников его святей что Джайпатаки с вами который весьма так сказать сильно болеет по разным причинам у него очень много учеников и так далее у него был инсульт очень сильный и вот он уже больше 10 лет по-моему если уж или даже 12 или 13 он живет в таком постинсультном состоянии очень много всяких разных так сказать болячек вот и его ученики постоянно постоянно значит вот предлагают фитильки за здоровье своего духовного учителя не только делают это сами а также вдохновляют других я помню какой-то бенгалец ко мне подошел прямо в алтарной комнате в Майапури вручил этот вот фитилек такой там в такой как это в глиняной такой чашечке и говорит иди предложи за здоровье нашего духовного учителя у них это традиция они верят что это все работает возможно благодаря молитвам учеников он держится потому что с таким набором болезней обычный человек он бы уже давно оставил тело но нужно понимать что этот процесс не является механическим потому что опять же здесь Кришна главное действующее лицо вот и когда Кришна входит в этот процесс все работает замечательным образом а бывает так что люди молятся и молятся и все там предлагают и эффект не тот который они ожидали такое тоже бывает вот то есть я хочу здесь напомнить о таком моменте что есть соотношение справедливости и милосердия то есть мы находимся в этом материальном мире поэтому мы все совершаем какую-то карму какие-то есть грехи какие-то кармические болезни и так далее вот и по закону справедливости мы должны получить реакции за все эти вещи да и параматма она должна вот эту справедливость нам воздавать вот но кроме вот этого справедливого аспекта параматма есть еще милостивый аспект Бхагавана то есть уже бог с которым лично изначальная форма с которым мы находимся в личных отношениях и в нем вот эти вот два начала то есть с одной стороны он сострадателен милосерден потому что он любит нас с другой стороны он должен быть справедлив чтобы мы учились через этот закон ответственности это как в суде допустим вот есть подсудимый есть адвокат который его вернее прокурор который его обвиняет предъявляет им какие-то там да претензии есть адвокат который его защищает и есть судья который должен послушать прокурора послушать адвокат и вынести какое-то взвешенное решение то есть справедливость которую требует прокурор и сострадание которого требует адвокат то они вместе должны каким-то образом ужиться. Поэтому вот эти все моменты, что у нас, допустим, есть какая-то кармическая ситуация, и вследствие этого мы страдаем, да, и другой за нас, предположим, молится, как-то там что-то такое пытается для нас делать, фтильки предлагает, эти огоньки, да, или джапузы нас читает, в надежде, что это поможет. Это может помочь, если Кришна в это войдет, если Кришна посчитает, что сейчас я достойный этой милости. Это может не сработать, понимаете. Потому что мы, то, что делаем мы, это половина процесса. А для того, чтобы процесс был полным, для этого этот процесс должен быть благословен Верховным Господом. Поэтому мы не можем так наверняка сказать, это работает или нет. Можно только сказать одно, что если Кришна в этот процесс входит, тогда все сработает. Если Кришна в этот процесс не входит, предлагай, не предлагай, благословляй, не благословляй, и так далее, ничего не выйдет. допустим Махабхарати мы знаем что там когда младший обращается к старшему, старший там всегда говорит ему там Аюшман Бхава живи долго и вот там сцена одна была когда Дурьотхана пришел на встречу с Бишмой хотел там что-то обсудить с ним и как и полагается Бишма сказал ему Аюшман Бхава живи долго но долго ли прожил этот Дурьотхана? Нет, он умер молодым он был убит на поле битвы то есть казалось бы что благословение такого аскета такой чистой души как Бишма Дэв не сработало в одних случаях сорвать в других случаях не сорвать, потому что тут решает Кришна понимаете, вот поэтому мы делаем то что мы считаем нужным если мы движимы состраданием но при этом мы оставляем решение за Кришной Рустем задает вопрос как оценивается данное явление с позиции ведических знаний когда мужчина женится на женщине которая в разводе и у которой есть один или несколько детей от первого брака сегодня количество разводов растет и таких женщин от 25 лет и выше разведенных с детьми становится все больше и больше оценивать нашу социальную жизнь с позиции строгих ведических принципов не всегда возможно а почему? потому что правила которые изложены допустим в различных дхарма шастрах таких как ману самхита они очень интересно связаны между собой то есть мы не можем какое-то одно правило принимать и другое правило игнорировать потому что это некая система и она ставит своей целью не ограничить человека потому что обычно правило люди не любят правил потому что правила ограничивают да вот так может показаться при поверхностном взгляде но в действительности эти правила ставят свою целью защитить человека И вот теперь нужно разобрать это всё более внимательно. Допустим, мы берём ваш пример с повторным браком женщины, у которой есть дети от первого брака. С точки зрения ветвь, развод недопустим, как таковой. То есть, считается, что если люди сошлись, всё, они должны жить вместе. Пусть им даже будет тяжело, терпите, прощайте, помогайте, возвышайте своё сознание. При помощи этого возвышенного сознания легче, как говорится, переваривайте все эти моменты. Таков ведический подход. Это ведическая концепция. Допустим, даже если мужчина, муж уже женат, полюбил другую женщину, он не уходит от своей первой жены к этой второй. Он эту вторую приводит в семью, и первая жена терпит это, принимает это как некую волю Бога. Такова ведическая концепция. Потому что женщина не мыслит себе, согласно ведической концепции, жизни вне семьи, без мужа. Она думает, ну, лучше пусть нас будет двое, да, но у меня будет всё равно муж. То есть, вот это такое мышление, они к этому привыкли. Если муж, допустим, умер, тоже такое бывает. Вот, в тубоведической системе эта женщина должна, она не должна выходить второй раз замуж. Она должна вернуться в дом своего отца. Или в дом старших братьев, то есть, каких-то мужчин ответственных, которые будут продолжать заботиться о ней и её детях. Это ведическая концепция, да. Вот, а теперь их, как бы, не смущает то, что нас будет много, да, то есть, для них жить большими семьями, там, и так далее, это их нормальный менталитет. Для них это комфортно вполне, да. У них нет такого типа, это моя комната, выйди там, не мешай мне, и так далее. То есть, у них нет такого эгоизма, они привыкли жить большими семьями. Теперь нашу ситуацию, да. Представьте себе, что, допустим, муж умер, да, или ушёл к другой. Насколько это реально, что эта женщина с ребёнком теперь вернётся в дом своего отца, или там, старших братьев, или каких бы то ни было, там, родственников мужчин, да. И они о ней будут так же адекватно заботиться. Такие ситуации бывают, но они не являются системой, они не являются чем-то типичным. Это, скорее, исключение будет. Вот, поэтому мы видим, что как бы не работает эта ситуация в современном контексте. Вот, и привести другую женщину в семью мужчина сейчас тоже не может, потому что наша культура и закон, они полигамию не поддерживают. И поэтому получается, что, допустим, женщина так или иначе оставшаяся одна с детьми, для того, чтобы быть защищённой, она ищет другой вариант, да, ищет нового мужа, второй брак. Вот, поэтому здесь нужно понять, что, если мы говорим, что, допустим, повторный брак, с точки зрения вед, он нежелателен, потому что, согласно ведам, женщина должна быть предана только одному мужчине. Вот, это такова концепция. Вот, тогда каким образом будет осуществляться принцип защиты для неё, да, если она осталась без защиты, без мужа по тем или иным причинам. Вот, если отец или старшие братья, они всегда, они не всегда есть, или они не могут, или не хотят там с ней заниматься, типа, да. Вот, поэтому из двух принципов, один из которых гласит, что, значит, второй раз замуж женщина не должна выходить, потому что она должна быть привязана только к одному мужчине. Это один принцип. А второй принцип, что женщина должна быть всегда под защитой. И, когда ситуация такова, что она осталась без защиты, вот, то этот принцип защита, он перевешивает первый принцип, что она не должна выходить замуж, потому что, типа, отдать свой ум, свое тело новому мужчине, с точки зрения вед считается неприемлемая тема, да. Вот, поэтому из этих двух, как говорится, мы выбираем основной принцип, принцип защиты, вот, потому что и детям там нужен отец, поддержка и так далее. Вот, поэтому я еще раз возвращаюсь к этому стартовому постулату, что мы не можем в полной мере вот так вот, как калька, да, переносить вот эти вот ведические принципы на современную ситуацию, не учитывая иерархии вот этих вот принципов и жизненной необходимости. Далее вопрос задает Марина Сорок Ва Син. Поясните, пожалуйста, по какому принципу даются духовные имена? Почему одни из нескольких слов, другие из одного, двух, великим вайшнавам сразу дают великие имена? Вопрос. Простите за несуразность формулировки вопроса, это от полного непонимания этого его предмета. Расскажите, пожалуйста, о духовных именах, их значениях, смыслах, принципах присвоения. Ну, если коротко, то есть на моем канале раздел интервью и какой же год? 12-13 где-то там есть целая серия интервью, которые у меня брали на фестивале Садху Санга. И там такие небольшие, там по 10-12 минут, там какие-то даже короче, минут по 5. Вот я там в одном из этих ответов даю объяснение, что такое духовные имена и так далее. Для чего посвящены людям, которые проходят посвящение духовных именах, даются. Просто коротко сейчас я скажу, что у имени есть назначение. Все должно как-то называться, правильно? Мы не можем говорить там, это ты как тебя там, да, или это что за штуковина, да, у всякой штуковины, у всякого существа какое-то имя имеется. Вот, и имя должно отражать некие качества, предметы. Представьте себе, что, допустим, родители взяли для ребенка там какого-нибудь белого котенка, да. Вот, и как назовем этого белого котенка? Мы же не назовем его черныш, правильно? Это будет странно назвать чернышом белого котенка. То есть должно как-то вот отражаться, да, какое-то вот его качество в имени, предположим. Вот, точно так же вы видите, допустим, маленького человека, большого человека. Как вы ее назовете в своем уме? Скорее, малыш или верзила, да. То есть имя должно отражать некие свойства личности. Вот, это один момент. Но иногда имена выражают не только вот некое реально существующее качество, а некую надежду или амбицию, допустим, да. Как есть такое имя ведическое, дигвиджай. Дигвиджай обозначает буквально тот, кто завоевал все направления. Виджай обозначает победа, а дик – это вот, ну, стороны света, да. То есть дигвиджай – это буквально покоривший весь мир, да, завоевавшийся направление. Понятно, что таких людей практически нет, да, но это некая амбиция, когда родители дают своему ребенку такое имя. То есть, ну, они ожидают, что он великим каким-то станет, да, вот. Ну, у нас-то, может быть, так, в таком каком-то приближенном переводе это может означать, как имя Владимир, да, там, допустим, владеющий миром. Это не означает, что он всем миром буквально владеет, ну, как вот некое ожидание, да, какая-то вот некая амбиция в этом имени может быть скрыта. Но, когда мы говорим о духовной жизни, здесь немножко другое. Духовные имена, они описывают уже не столько нас, сколько описывают Бога, Его спутников и нашу роль по отношению к ним. То есть, наша роль – это Дас, слуга, или Даси, служанка в женском варианте. Вот. А каким образом духовный учитель выбирает имена, это может быть ассоциативно, то есть, допустим, ученик почему-то там по своим качествам или по внешности кого-то там напоминает духовному учитель, он выбирает какое-то имя, которое ему, кажется, соответствует. Либо первая буква этого имени, она может соответствовать, ну, вернее, по первой букве мирского имени он выбирает, допустим, имя духовное. Вот. То есть, это уже не так все важно, важно понять, что имя, духовное имя меняет нашу идентификацию. То есть, в этом мире я там, кто-нибудь там, завоеватель, там, или защитник, или там какой-нибудь еще там, покоритель всего на свете, да, вот это, ну, наши амбиции в материальном мире. Вот. А в духовном мире имя указывает на то, что я являюсь слугой. То есть, из вот этого Пуруши, Ишвары, управляющего, наслаждающего, за кого мы тут пытаемся избрать в материальном мире, мы должны превратиться в слугу Бога. И поэтому наречение духовным именем, это одна из пяти самскар. Самскар это такие, как бы, ну, культурные влияния, культурные действия, которые должны помочь нам поменять наше ложное эго на истинное. Истинное эго, я слуга Бога. Далее вопрос задает Владислав Веревкин. А в своей лекции, самое сокровенное знание, день четвертый, вы говорили об эксперименте Дэвида Улфа, как Махамантра влияет на человека. Я не смог найти в интернете данную работу, может, плохо искал, и меня просит мой близкий друг отыскать ее, чтобы изучить получше. Могли бы вы дать ссылку на данную работу, где можно ее найти. Значит, есть несколько сайтов, ну, это по-английски. Одним словом, vedicpersonality.org Значит, на этом сайте сразу вы найдете тест по трем гунам. Ну, это на английском языке, конечно, поскольку сам он, его духовное имя Гира Говинда, вот это Дэвид Улф. И там все на английском. То есть, вот так вот на этом сайте vedicpersonality.org, это тест можно пройти по трем гунам, чтобы определить, какая гуна сейчас доминирует у нас. Дальше, его личный сайт kripalu.org, это его личный сайт с тренингами, консультациями, что он практикующий психолог и психотерапевт, по-моему, даже. Следующий сайт researchgate, одним словом, то есть gate, как ворота, да, research, это исследование, researchgate, одним словом, .net. Вот там на этом сайте находятся, тоже на английском, результаты исследований его и его коллеги какого-то и текст диссертации. Но там этот текст, он как бы скрыт, нужно там послать личный запрос автору, и тогда, ну, там какой-то там, ну, не знаю, достаточно формальный, может быть, процесс авторизации происходит, и потом, значит, вам должны на почту прислать эту диссертацию. Вот, и ещё есть его же сайт semanticscholar, одним словом, semanticscholar, scholar, как учёный, semanticscholar.org. Вот, по этому сайту там тоже, по-моему, какие-то результаты его исследований, то есть ищите вот по этим ресурсам. Далее, Никита спрашивает. «Вы много лет отвечаете на вопросы на разных площадках. По вашему опыту, какие вопросы задают чаще всего? Часто ли бывают духовные глубокие вопросы, где фактически хранятся веды, написанные? Самая древняя из них является ригведа. О чём в ней?» Ну, вопрос зависит от людей. Каков человек, таков и вопрос, соответственно. Чаще всего вопросы о том, как духовное знание применяется в материальной реальности. Часто вопросы о каких-то противоречиях, там, в одном месте сказано то, в другом месте сказано это, как это всё уравновесить. Вот, или часто вопросы о моём отношении к чему-то, там, какой-то личности, к какому-то учению, к какой-то книге, там, и так далее. Вот, от практикующих людей много вопросов по священным писаниям, они изучают, там, много всяких разных хитростей, деталей. Очень глубокие вопросы встречаются не так часто, потому что, в основном, наш шум скользит на поверхности, какие-то противоречия, видят внешние какие-то вещи, и, в основном, об этом вопросу. Что касается того, где хранятся веды, ну, в разных местах, это не какое-то централизованное хранилище. Допустим, я знаю, во Вриндаване есть, забыл, как вы называете, этот институт большой, что-то там, духовных исследований каких-то, там, большая очень библиотека, там, много этих вот, ну, оригиналов в каком смысле, потому что их же писали там на пальмах листьях, на каких-то листах, это уж периодически нужно переписывать, потому что носитель портится сам по себе. Вот, вот там есть большой набор книг, значит, в разных храмах есть свои библиотеки, вот, далеко не все веды, естественно, уцелели. В Удупе, где я часто бываю, ну, чаще всего, наверное, кроме моей опоры, я бываю в Удупе, в юго-западной Индии, там, ну, вот, этот храм, Кришна Матх, можно сказать, штаб-квартира Матхва Сампродаи, и там, рядом с храмом, есть хороший магазин, очень книжный, большой, вот, и там, ну, там современные уже издания, очень много вот этих вот, пураны, веды, всевозможные самхиты, прям там полки-полки-полки, вообще всего этого, но это, естественно, не оригиналы уже, а, ну, перепечатанные в современном виде. Вот, значит, что касается того, что ригведа самая древняя, ну, если по... в современном контексте можно сказать, что да, потому что веды были разделены в начале Кали-юги, в яса, в яса-дева, в яса, значит, разделяющий, тот, кто разделил единую веду, до этого веда была едина. Вот, он разделил, и ригведа, это была первая, которая вычленилась, да, вот, кстати, вот, хотел вам показать, ну, такое академическое издание, ригведа, мандалы с первой по четвертую, но это не вся ригведа, конечно же, это лишь малая часть, и вот, значит, из чего состоят эти веды? Они состоят из четырех разделов, первый раздел называется самхиты, это гимны, которые, как правило, обращены к разным иерархам вселенной, если тут почитать, допустим, ригведу, гимны, обращенные к Соме, Богу Луну, и к Индре, и к Митре, значит, Варуне, Сури, и Вишну, в основном с материальными просьбами, то есть, вот, дайте нам, нектар Сомы, этой Амриты, да, нектар бессмертия, наши желания какие-то, ну, прославляет их, естественно, и так это самхиты, гимны прославляющие полубогов, и в том числе и Вишну Верховного тоже, Кришну здесь практически не затрагивает, потому что эти вот четыре веды, они связаны основным с темой кармаканды, то есть, исполнением материальных желаний, Кришна обычно в эту тему вообще не вмешивается, Он полубогам это заведование отдает. Второй раздел вед называется брахманы, если самхиты, они предназначены для брахмачари, неженатых учеников, хорошая память, они вот их заучивают наизусть. Второй раздел вед называется брахманы, это для грехас, для семейных людей, которые совершают ритуалы, ради всяких материальных благ, ради очищения своего, вот, третий раздел этих вед называется араньяки, это для ванапрас, уже для отреченных людей, где описывается суть всех этих ритуалов, проникновения в более глубинные сферы. И вершиной этих вот четырех вед является раздел Упанишады, предназначен для саньяси, для людей полностью отрешенных, там философский смысл всех вед, и от этой вот Упанишады, уже из них такая основная выжимка, она представляет собой веданта сутру, где содержатся все эти философские выводы. Вот, ну а так, почитать Ригведу, ну, скучно, честно говоря, мало понятно все эти академические переводы, ну, вот, в основном все эти вот слава-слава, там, джая-джая, дай то, дай это, там, и все прочее. Вот, поэтому Мшила Прабхупада дал нам суть Гито-Панишад, суть всех Упанишад, Бхагавадгиту, суть всех Пуран, Шимад, Бхагавадгиту, вот это самая квинтэссенция. Далее вопрос задает Котик Сельский. В Писании говорится, что после своего воскрешения Иисус вознесся на небо, но также утверждается, что есть могила, где захоронен Иисус Христос. Объясните, где подвох? А подвоха никакого нет, все хорошо, душа вознеслась на небо, а тело осталось на земле. Вот, таким образом решается это противоречие. Но я, конечно, в христианскую теологию не рискну лезть, потому что кто-то скажет из христиан, что это все не так, поэтому я ответил только так, как я понимаю этот вопрос. Следующий вопрос задает Вадим. Объясните, пожалуйста, как ум, разум и ложное эго могут находиться в одной цепочке материальной энергии вместе с землей, водой, огнем и воздухом. Вы еще эфир пропустили. Ведь последние, как мне понимается, это стихии, и в каждой из этих стихий присутствует жизнь, и из этих элементов создаются все материальные объекты. Непонятно, как ум, разум и ложное эго могут находиться в одной категории с землей и водой. Все очень просто. Это одна цепочка, потому что эти все элементы обслуживают одну систему. То есть человек это что такое? Это в первую очередь атма, душа, носитель сознания. Но для того, чтобы в материальном мире жить, это чистое духовное сознание должно быть искажено, оно должно быть покрыто иллюзией. И вот такими тонкими проявлениями иллюзии является наше ложное эго, материальный разум, материальный ум. Это призма, через которую чистое сознание души теперь искажается и воспринимает мир как? Через эго. Если через эго обозначают мое. То есть эго действует как это мое. Я не отдам. Мы будем драться с другими за свои права, за свои вещи и так далее. Итак, вот это вот тонкое тело, ум, разум и ложное эго необходимы для того, чтобы душа искаженно воспринимала реальность. А вот эти все физические элементы пространства, воздух, огонь, вода и земля, они уже являются, представляют собой грубое поле деятельности, через которое живое существо осуществляет свои материальные желания. Поэтому это одна система, они одно без другого не бывают. Это, если взять современный пример с компьютером, то есть железная часть, сам корпус, диск, память, материнская плата и все прочее. Какие-то чипы там стоят. Это железная часть, экран, дисплей. И есть программное обеспечение. И в этом плане можно ум, разум и ложное эго приравнять к программному обеспечению, потому что это информационная часть. Программное обеспечение вы не видите. Это некий код, это некая программа, которая будет установлена. И они друг без друга не существуют. Если нет железа, допустим, куда вы установите программу? А если нет программы, то к чему вам это железо? На пустой экран смотреть неинтересно. Поэтому эти элементы от грубого, от земли до самого тонкого ложного эго, это все одна система, потому что они обслуживают карму и желание души. Вот и все. Поэтому машина без владельца бессмысленна. А владелец, пока он неся эту машину, не начнет заводить, она никуда не поедет. Поэтому душа – это владелец, а тонкое тело – это программы, через которые мы оперируем, работаем с этой уже грубой физической машиной, осуществляем здесь свои желания и планы. Далее. Вася задает вопрос. Есть много видео на тему, что раньше было два солнца. Есть ли такие факты в ведах, или это как из плоской землей? Неправда. Про два солнца – правда. Откройте пятую песню Шимаат Бхагавата, первую главу «Деяния Махараджи Преавраты». И там в текстах 30-31 вы найдете очень интересное описание, что когда Махараджи Преаврата, он был сыном Ману и внуком Брахмы, то есть очень могущественной личности, он был властелином вселенной одно время, он однажды решил, что Солнце, ну согласно вот этой ведической концепции, мир он не гелиоцентричный, не вокруг Солнца, а геоцентричный, вокруг Земли. И там вот это вот центром выступает некая гора Меру, от которой идет некая, так сказать, такая связка энергетическая, и к ней привязана колесница Бога Солнца. Эта вот Меру, она в центре, и Бог Солнца движется по кругу, вот таким вот образом. И говорится, что когда Бог Солнц, ну вот он по всему зодиаку двигается, когда, допустим, он находится с одной стороны от горы Меру, то здесь Солнца, свет и тепло проявлено больше, а с другой стороны, соответственно, меньше. И наоборот. То есть мы это замечаем, допустим, по временам года, что сейчас, предположим, лето, в северном полушарии лето. У нас здесь длинный день, тепло, все хорошо, а в южном полушарии наоборот. Сейчас зима, короче, день, холоднее, а потом наоборот будет. То есть это происходит именно потому, что Солнце движется по зодиаку. Такая ведическая модель. И при оврате, будучи властелином всего этого хозяйства, однажды решил, что это несправедливо, что когда Солнце находится с одной стороны от горы Меру, то другая сторона страдает от нехватки, допустим, тепла и света, как мы зимой. И он решил второе Солнце сделать. Фактически его колесница, он стал двигаться по точке, противоположной Солнцу, для того, чтобы всегда, везде было одинаково в плане тепла и освещения. То есть говорится, что колесница, она сияла, как Солнце. Потом он от этой идеи отказался. Но на эту идею его вдохновил сам Господь из сердца, потому что это нужно было для кое-чего другого. Когда при оврате на этой своей колеснице двигался по точке, противоположной Солнцу, то говорится, что этими колесами своей колесницы он сделал семь борозд на плоскости Бхумандалы, вот этой нашей Земли. И таким образом там проявилось семь концентрических островов и семь концентрических океанов, которые сейчас составляют этот пласт Бхумандалы. Можете себе представить могущество при оврате, когда он фактически имитировал второе солнце и создал такую географию вот этой вот Бхумандалы. Вот поэтому такой факт имеется в описании Шимат Бхагаватам. Далее вопрос задает Артур из Армении. Можно ли получить инициацию, если родственники враждебно относятся к этому? Так как нужны же благословения родных. Важна ли инициация, если в сердце... А, важна ли инициация, если в сердце по-прежнему, по-любому живет Святое Имя? То есть необходимо ли это? Если да, то можно ли получить онлайн? Онлайн, оффлайн – это технические вопросы. В общем, это не является большой проблемой. И, по межмире, во времена пандемии, когда были ограничены эти передвижения, некоторые духовные учителя давали онлайн посвящение своим ученикам. По поводу того, нужно-не нужно, но если в сердце живет Святое Имя, общепринятое мнение, что нужно. Потому что это дает питательную среду, то есть благословение духовного учителя, создает дополнительный такой позитивный, вдохновляющий фактор. У нас есть некая вера, у нас есть уже практика какая-то, да, но как дополнительное благословение, как дух Бхакти, который передает духовный учитель, настроение его служения, оно передается ученику. Если ученик готов, это помогает процессу воспевания. Поэтому в целом считается, что это необходимо. Хотя некоторые личности обходятся без этого. Допустим, мы читаем в первой песне Шимадбага, в этом Шукадева Госвами, когда он родился, ну он такой ситха, уже с рождения совершенно личностью был, он покинул дом, даже не пройдя, вот этого посвящения священным шнуром, и там Вясадева, его отец, бежал за ним, там, сын мой, куда ты, да, тут ушел, не оглядываясь. Вот, и не будучи инициированным, он стал лучшим рассказчиком Шимадбага. Ну, это такая уже внутренняя квалификация, таких личностей мы имитировать не можем, само собой. Теперь по поводу родственников, если они враждебно к этому относятся. Ну что ж, мы находимся в мире двойственности, здесь не могут быть все нашими друзьями, обязательно кто-то будет против, как говорится, да, там, а Баба-Яга против, как в каком-то мультике там говорилось, все за, а напротив, не бывает такого, чтобы все были за. Вот, поэтому нужно понять, что посвящение, это наше отношение с Кришной, это наше отношение с духовным учителем, мнение родственников здесь не обязательно учитывать. Но если они какую-то такую действительно важную роль в вашей жизни играют, здесь Шимадбага предлагает нам пойти на такую трансцендентную хитрость. То есть вы можете внешне со своими родственниками согласиться, сказать да-да, чтобы они там не нервничали, не переживали, не гневались на вас, но внутри продолжать делать свое дело, если вы уверены, что вы делаете правильное дело. И приближение к Кришне, это без сомнения правильное дело, потому что он главный родственник. Далее вопрос Оксана задаёт. Современная христианская церковь стала принимать гражданские браки, однополые браки, закрывать глаза на многие вещи и не порицает этого. Нет ли такого риска, что она может в такой тенденции упасть вниз вслед за деградировавшими прихожанами? Они могут остаться лишь формальной организацией. Должны ли организации давать послабление или держать планку, несмотря на уменьшение числа способных последователей? Это сложная тема, потому что времена меняются, и всем приходится как-то адаптироваться. Вайшнава в этом плане тоже не исключение. Шрила Прабхупада, приехав на запад, посмотрел на жизнь на западе, на людей какие-то на западе, и какие-то моменты он тоже, скажем так, опустил в чём-то, он пошёл на компромисс, деталями какими-то он пожертвовал. Но в основных вещах он, конечно, остался твёрд. И он сказал однажды, когда его там про какие-то правила спросили, что если я сейчас расскажу вам про все правила, вы просто сознание потеряете. То есть современный человек не соответствует многим требованиям. Допустим, Шрила Прабхупада многое позволил женщинам, чего не позволено в ведической традиции. Просто потому, что он увидел, что на западе женщины в своих правах равны с мужчинами. И этот статус женщины на западе принципиально отличается от статуса женщины в традиционной Индии. Сейчас Индия современная тоже догоняет уже западный мир. И несколько сроков подряд Индира Ганди была премьер-министром Индии. Допустим, западной Бенгалии, где часто бывает там... Ну, губернатором Бенгалии тоже является женщина. И уже несколько сроков подряд. И очень хорошо справляется с всеми этими делами. То есть мы видим, что в общем современный мир какие-то определённые коррекции вносит во всё это. И в общем Шила Прабхупада, пойдя на какие-то компромиссы в деталях, в мелочах, увидел, что время подтвердило правильность этого выбора. Потому что эти женщины, которым стал давать посвящение, чего обычно не давалось в ведические времена, они очень много сделали. Иначе многие не смогли бы участвовать в этом движении. Ну, не хватило бы энергии, вклада. Но у всяких уступок, компромиссов есть тоже свои границы, естественно. Иначе, если полностью все рамки убрать, то люди вообще потеряют берега. И река не достигнет океана. Мы знаем, что берега нужны для того, чтобы создавалось некое внутреннее давление. И благодаря этому давлению река не превращается в болото, а продолжает течь, достигает океана. Теперь, что касается этих всех браков, тут тоже есть нюанс. Потому что мы не можем в строгом смысле слова уравнять, предположим, гражданский брак и однополый брак. Это не совсем одно и то же. Предположим, Ману Сарамхита описывает 8 видов брака, вариантов. И среди прочих есть брак по традиции ганхаров, когда живут, договорились просто и живут. То есть не закрепляют брак законно. То есть это, как-никак, на эти вещи можно закрыть глаза, если у людей есть какое-то чувство ответственности, как-то они помогают друг другу. Это не идеал, но это в каких-то рамках допустимого. В конце концов, в 12-й песне Шимат Багава, когда даются предсказания на Кали-югу, там сказано, что в Кали-югу часто мужчина и женщина будут жить вместе просто по договоренности, не находясь в официальном браке. То есть это предсказание такое имеется. Что касается однополых браков, это совершенно другое. То есть мы здесь не можем гражданский брак и однополый брак уравнять. Потому что однополые браки – это совершенно противоестественная вещь. Понятно, что это тоже вызвано какими-то определенными причинами. Но религиозные институты, они не должны, конечно, идти на компромиссы в этих всех вещах. Это не должно считаться нормой. Потому что иначе, как вы сказали, да, сама церковь вместо того, чтобы поднимать людей, она сама опустится до какого-то уровня и она потеряет свой вдохновляющий или трансформирующий статус, который призывает людей все-таки к возвышению сознания, а не опуская это сама до этого уровня. Но поскольку в церквях тоже может быть свое какое-то, так сказать, однополое лобби, скажем так, то где-то как-то, в каких-то местах эта тенденция может приобретать уже официальный статус ради того, чтобы, как говорится, не отставать от современных тенденций, чтобы не терять своих прихожан. Но это уже эпоха деградации, тут ничего не попишешь. Далее серия вопросов от некоего Мишутки. Мишутка до конца этого выпуска будет нас развлекать своими вопросами. Он задавал вопросы опять про Садгуру, про этого Зеланда. Я уже опустил, потому что сколько можно это все жевать, это все уже было. Но, тем не менее, вопрос удивительным образом является продолжением предыдущего. В одном из выпусков вы отвечали на вопрос про геев и сказали, что они были с начала творения, и даже Брахма от них пострадал. Можете ли рассказать эту историю? Получается, однополые браки – это все-таки демоническая тенденция. Вроде среди них бывают верующие люди, почему Прабхупада считал их демоническим. Чилы Прабхупада ссылался на Веды. Вот можете открыть Шимад Бхагава, там третья песня, глава 20-я, и тексты с 23 по 26-й, там об этом прочитать. Там немножко, это процесс творения, если я вам прямо зачитаю. Брахма, начальный этап творения. Затем из ягодиц Господа Брахмы появились демоны, которые оказались на редкость похотливыми. Одержимые вожделением, они подступили к нему, к Брахме, рассчитывая совокупиться с ним. Почтенный Брахма сначала посмеялся над их глупостью, но увидев, что бесстыдные асуры подступают все ближе и ближе, в страхе бросился бежать, содрогаясь от негодования. Дальше говорится, что он укрылся у стоп Верховного Господа, пропущу, и в последнем стихе он говорит, что приблизившись к Господу, Брахма обратился к нему с такими словами. «О мой Господь, пожалуйста, защити меня от этих грешных, порочных демонов, которых я по твоему повелению, прошу обратить внимание, по твоему повелению произвел на свет. Одержимые похотью, они решили напасть на меня». То есть из этих стихов мы видим, что такая тенденция присутствует в мире с самого начала творения. И нам понятно, что эти личности не с чистого листа такими стали. Мы знаем, что каждый день Брахма воспроизводит творение в таком виде, в каком оно завершилось в предыдущий день Брахмы. То есть это обозначает, что эти тенденции тянутся за людьми из прошлой жизни. И развиваются они вследствие того, что люди, или может быть они уже не занимаясь духовной практикой, присытились, допустим, какими-то традиционными отношениями, им хочется чего-то новенького в этих нетрадиционных отношениях. Либо вследствие каких-то удивительных комбинаций гун, каких-то странных желаний, у них возникают такие тенденции. Или, как я неоднократно говорил, что человек может менять пол из жизни в жизнь. В одной жизни женщина, в другой мужчина, потом наоборот. То вот эти какие-то психические инверсии, то есть такие перестановки, что он ведёт себя как женщина, находясь в теле мужчины, или наоборот, как мужчина ведёт себя, находясь в теле женщины. Вот эти все вещи связаны со смешанной кармой. И любопытно то, что Брахма говорит, «Я с твоего позволения, обращаясь к Господу, создал этих людей». То есть это обозначает, что Господь позволяет нам осуществить здесь любые желания, в том числе и вот такие вот противоестественные. Но при этом ответственность за такие вещи он возлагает уже на самих людей. И это может им каким-то образом аукнуться в этой жизни, или в следующей виде каких-то тяжёлых болезней, трудноизлечимых и так далее. Что касается того, что они тоже могут быть верующими, это естественно, потому что вера исходит из души. Это всё души, то есть вера исходит из души. Но душа покрыта определённой вот этой вот кармой, тонким телом, поэтому это приобретает вот такие порой смешанные вещи, что вроде как в человеке есть некое благочестие, и в нём развивается духовная вера. С другой стороны, в нём есть какие-то вот эти вот остатки прошлой кармы, и поэтому в сфере, допустим, половой ориентации у него присутствуют вот такие вот тенденции. Поэтому это смешанная карма называется. Далее Мишутка продолжает задавать вопросы. Бывает ли вам скучно? Зеланд говорит, что мы манекены, гуляющие в кинокартине, и мир – это зеркало, и что мы как бы спим, а за зеркалом пространство вариантов. Это напоминает причинный океан и сон Махавишну. Говорит, что это Зеланд, говорит, что ему приснилось это знание. Может ли такое быть, что реальность можно выбирать и уйти от кармы таким образом? Он и его последователи верят, что да. Как вы относитесь к сыроедению? Куча вопросов, да, всё в одном флаконе, как говорится, да? Про сыроедение. А как вы, Мишутка, относитесь к тому, чтобы смотреть все выпуски подряд и не пропускать ничего? Потому что на этот вопрос про сыроедение я уже отвечал, а повторяться не буду. Вопрос второй. Бывает ли мне скучно? Ну, скучно бывает людям, у которых либо очень много свободного времени, либо у них нет каких-то увлечений или достойной цели в жизни. У меня ситуация обратная. Времени свободного у меня нет вообще. А дел столько, что я не знаю, где дополнительное время взять. Вот. И все эти дела важны и интересны. Столько всего нужно почитать, послушать, посмотреть, сделать. Вот. Поэтому скуке, к счастью, нет места в моей жизни. А по поводу ухода от кармы, вот по версии Зеланда, через выбор каких-то там вариантов за зеркалом реальности, ну, похоже, что господин Зеланд не очень хорошо понимает, как действует закон кармы. Часто люди думают так, что вот я посадил какое-то семя кармы, потом вырос плод, но если я достаточно умен или хитер, то я каким-то образом могу избежать вот этого всего, да? То есть вот как пить, не пьянее, грубо говоря, да? Это же возможно, да? Как я когда-то рассказывал, один когда-то там, еще когда отец мой был жив, у него был знакомый ученый, с мировым именем, кстати, ученый, он местный. Вот, он вот в сфере биохимии упражнялся, вот, и он там, значит, какой-то там, короче говоря, беспохмельная водка. Вот это вот было его там какое-то открытие, что, короче, ты пьешь и не пьянеешь, да? Что-то он такое в этой сфере там пытался делать, да? Вот, не знаю, сколько это ему удалось, вот он умер уже давно тоже, похоже, что патент его, сказать, не был зарегистрирован. Вот, но идея в том, что, если мы думаем, что карма это просто такой вот механический процесс, да, где я совершаю какое-то действие, потом, ну, как вот, знаете, там, механизм, допустим, человек в банкомат вставляет свою банковскую карту, да, там, набирает пин-код, там, какую сумму ему нужно снять, или что он там хочет заплатить, то есть он имеет дело как бы с такой грубой машиной, дурной, которую можно, в принципе, как-то там обмануть, да, и вот всякие там мошенники, они там как-то хитрят, что-то такое делают, вот, если вы думаете, что механизм кармы, вот он такой же, то я вас разочарую, потому что карма в действительности в руках параматмы, а параматмы находятся в каждом атоме, буквально, абсолютно в каждом атоме, в каждом сердце, и в каждом атоме материи, и поэтому уйти от кармы, это то же самое, что уйти от параматмы, то есть нереальная вещь, какими-то материальными манипуляциями, материальными хитростями, вот, но веды говорят о том, что от кармы можно действительно уйти, но не так, то есть карму можно сжечь при помощи огня духовного знания, Бхага Вадгита 4.37, Кришна говорит, что подобно тому, как огонь превращает дрова в пепел, точно так же огонь духовного знания сжигает до тла последствия наших греховных поступков, плюс ко всему прочему, Кришна говорит, что если ты предашься мне, я защищу тебя от всех последствий твоих грехов, вот так, да, с нашей стороны развитие духовного знания, со стороны Кришны гарантируется определенная защита от кармы, насколько я понимаю, в технологии господина Зеланда ни то, ни другое не присутствует, у него какая-то своя технология, желаю успеха, но я точно могу сказать, что она обречена на провал, вот, поэтому, бегать, конечно, от полиции или от интерпола можно, долго, но не вечно, вот, поэтому, лучше всего при помощи духовного знания старую карму сжечь, при помощи преданности Богу, искать у него защиту, вот, а новую не создавать, а просто хитровыми манипуляциями избавиться от кармы, это иллюзия. Далее, тот же автор Мишутка продолжает спрашивать, почему Кришна в своих играх не доходит до конца, были истории, что он и с Шивой сражался и так далее, он показывает, что он самый сильный, но в конце не убивает врага, чтобы потом опять не строить мир, или что ему мешает играть до конца, захотел, так победил полностью, но, может быть, вы не в курсе, кого-то он вполне, так сказать, убивает, Хирани Акша, Хирани Кашипу, Рава, Наша Шупала, то есть, доведено дело до конца. А Шиву-то за что убивать? Шива-это в каком-то смысле сам Верховный Господь, просто в такой необычной форме, Шива Татва, почти сам Вишну. Вот, и Кришна решает свои вопросы, может быть, не совсем так, как мы бы их решали. Вот, для него жизнь игра, и у него очень-таки глубокие, многоуровневые планы, поэтому он поступает не согласно нашим ожиданиям, а согласно своим планам. Вот, и он смотрит на нас не так, как мы на себя смотрим. Мы себя воспринимаем физическими делами, физическими телами, простите, и хотим блага для этих тел. Кришна же воспринимает нас вечными душами, поэтому он благоволит к нам, как к душам, и он достаточно безразличен к нашим телам, вот, потому что он понимает, что тела – это, ну, просто одежда, так это с его точки зрения выглядит. Вот, поэтому он понимает, наши тела – это продукт нашей невежественной кармы, и он хочет нас, как души вечные, из всей этой ситуации вытащить, извлечь. Поэтому то, что он с нами или с демонами делает, это он делает не по какому-то, ну, не знаю, стереотипному алгоритму, как мы бы действовали, да? Он всегда действует во благо, даже когда он убивает демона, он дает ему освобождение, представляете себе, да? Демон, который ничего хорошего, может быть, духовного в жизни не сделал, получает освобождение просто от того, что его лично Кришна убил, понимаете? Вот, поэтому Кришна считает нас не теми, кем мы сами себя считаем, вот, и поэтому мы не всегда понимаем, почему именно так действует, и у него точка отчёта другая, он другое в нас видит, он другое в нас считает важным, он действует всегда ради интереса души, а тело живёт, ну, по той карме, которую оно заработало. Кришна здесь ни при чём, потому что карму создали мы, он лишь просто гарантирует нам её осуществление. Далее, тот же автор спрашивает, нет ли у вегетарианцев постоянного вздутия живота от постоянного поедания овощей. У меня именно так и происходит, если перестаю есть мясо, а питаюсь овощами, чувствую, что организму трудно всё это. Я не могу говорить за всех вегетарианцев, за преданных, у меня такой статистики, могу только за себя сказать, вот, но из общих вещей можно сказать, что дело не в овощах, а в методах приготовления и в количестве, то есть не переедать, потому что если человек переедает, хоть чего он переест, хоть воды он перепьёт, он будет там икать проблемами, побочные эффекты, понимаете? Вот поэтому овощи не являются проблемой. Проблемой является неправильное приготовление овощей. Вот вздутие живота, образование газов обозначает две вещи. Либо много пищи, содержащей вот эту повышенную ватадошу, то есть стихия воздуха, вот какую-нибудь там капусту, да, либо слабый огонь пищеварения, либо можно сказать, что неправильно приготовлены эти вещи. Вот и тогда, если слабый огонь пищеварения, то вместо переваривания пища просто гниёт, выделяются все эти, так сказать, там газы и создаётся вот это вот вздутие. Вот поэтому воздушную пищу, то есть воздушную пищу, в которой много вот этого вот ватадоши, да, не знаю, там воздушный дутый рис, там попкорн какой-нибудь, вот, ну если в нашем таком варианте, понятном для нас, или вот это вот та же самая белокочанная капуста, в которой много, это из ватадоши, эти вещи, их нужно обязательно готовить с маслом, потому что масло, это капхадоши, оно смягчает эту вату, и обязательно есть горячими, подогретыми, потому что огонь это даёт питу, тепло даёт питу, и при помощи питы и капхи, вот эта вот вата нейтрализуется, поэтому всё может усваиваться, и всё нормально, не будет никакого вздутия живота. Вот, а если, конечно, вы будете просто жевать сырые капустные листья, и в больших количествах, ну, вздутие живота вам гарантировано. Вот, поэтому здесь много нюансов, то есть дело не в вегетарианстве как таковом, а порой в неправильном вегетарианстве. Вот, поэтому нужно знать всю эту науку, и тогда проблем не будет. Далее вопрос. Почему за много лет, кроме Бхакти Вигьяны Гасами, Чайтанды Чандра Чарана Прабу и вас, не появилось новых глубоких проповедников? Я так люблю именно про Кришну слушать, даже если засыпаю потом. Где новые яркие лидеры ИСКОН? Они что, боятся выйти вперёд? Ну, меня вы зря записали в Высшую Лигу. Нужно понять, что кроме квалификации есть ещё фактор известности. И не всегда эта известность связана с квалификацией. Бывают люди очень квалифицированные, но не очень известные. Бывает наоборот. Ну, это я сейчас не про духовную сферу говорю, а вообще в целом. Есть какие-то совершенно, ну, не очень талантливые, допустим, музыканты, но очень популярные. А есть талантливые и не очень популярные. Такое бывает. Поэтому просто известность и квалификация, это не всегда вещи связанные. Есть очень хорошие проповедники, чей может быть час, не знаю, успеха или славы, если это вообще применимо к духовной жизни, пока ещё не настал. Или они сами по своей природе предпочитают как-то вот держаться в тени. Вот. Я уже говорил, что до тех пор, пока мои друзья и доброжелатели меня, как говорится, не раскрутили, сделав сайты и каналы, я, в общем, тоже варился в достаточно ограниченном кругу. Вот. Я вам назову несколько имён преданных, которых, я считаю, значительно более интересными проповедниками, чем я. Допустим, записывайте эти имена Вацала Прабу, Мадана Махан Прабу, Сарвагья Прабу, Бриджабаси Прабу, Адипуруша Прабу, Радхаговинда Прабу. Это тех, кого я знаю и безмерно уважаю. То есть это люди, которые очень глубоко знают Писание, очень глубоко всё это подают. Но, может быть, они такой скромной природой обладают, и поэтому они не так как-то, не особенно известны. Но если вы послушаете, что они говорят, вы найдёте там ещё массу всего интересного. И вы говорите, новых людей не появляется. Эти люди не новые. Они много лет уже занимаются практикой, изучением, имеют очень интересный опыт. Послушайте, рекомендую. Это только русскоязычные. А если вы ещё владеете английским языком, или не владеете, хотя бы в переводах, рекомендую послушать лекции Радханадхи Махараджи, Бауна Махараджи, Бхакти Ведя Пурна Махараджи, Хридайананда Махараджи, и других учеников Шрилы Прабхупады. Но вообще-то, конечно, первым номером для нас должны быть лекции Шрилы Прабхупады. То есть, по нему мы сверяем всё остальное. Поэтому я вам скажу, что вы немного не в курсе темы. Я вам подкинул немножко направление и назвал некоторые имена, через которые вы можете обрести очень много всего интересного и глубокого. И последний на сегодня вопрос от того же автора «Нешутки». Вы говорили, что раньше вы пили, курили, матом ругались, были депрессивны. «Что вас так поменяло, что вы стали гением разума?» Представляете себе, я гений разума. И так чисто изучили Писание и, главное, запомнили. Вы заучивали шлоки или просто слушали? Или как этот огонь разгорался? Слушаю лет семь. То вдохновляюсь, то месяцами не слушаю, не повторяю, то в материю, то в дух погружаюсь. Посоветуйте, сколько надо слушать, чтобы просолиться и запомнить шлоки. Если их не знаю, как квалификацию повысить до Матьямы? Никак не получается. Матьяма – это обозначает второй уровень. То есть, Каништха – это новичок, Матьяма – это средний уровень, Утама – это высший уровень. Ну, мой пессимистичный настрой сменился на оптимистичный, тогда, когда... Ну, во-первых, я уже немножко разочаровался к тому времени. Мне было 28 лет, когда... Или 26 лет, когда я первый раз книгу про упады прочитал. Вот. У меня уже был за плечами образование, какой-то опыт работы, много всего. То есть, я за границей работал, то есть, достаточно у меня был доступ к разным всяким чувственным наслаждением. Достаточно быстро я какими-то вещами присытился. Вот. И это было одно, а потом встреча с Ашрилой Прабхупадой в виде его книг. И его книги придали моей жизни долгожданный смысл. То есть, наконец, я понял, для чего я живу. Это результат общения с чистым преданным Ашрилой Прабхупадой. Вот. Потом я принял, кроме философии, уже культуру. Стал повторять мантру. Вот. Стала меняться жизнь, в смысле внутреннего качества. Гуны повысились. Соответственно, стали поменяться вкусы. То есть, вот, речь изменилась, привычки. Больше гуны благости появилось. Что касается запоминания стихов. Ну, конечно, поскольку я регулярно учусь. Вот последние уже сколько там, три года, да, в Майяпурском институте, то курс Бхакти Вайбхава, сейчас Бхакти Веданта, там требуют регулярно сдавать стихи, шлоки, я их, естественно, регулярно учу. Ну, до этого тоже я знал какое-то их количество, потому что я проповедник, и Шрила Прабхупада приобщил нас к этой традиции цитировать шастры. И поэтому он сам это делается в комментариях, регулярно в лекциях приводит. Поэтому это часть нашей традиции. И, естественно, что я запоминаю те шлоки, которые как-то меня особенно вдохновляют, которые мне нравятся, которые я сам часто привожу. Вот. Поэтому это, естественно, запоминается, когда это всё как бы регулярно на слуху, когда читаешь все эти вещи. Не то, что я там прям как-то зубрю. Зубрить тоже приходится, конечно, когда эти вот тесты сдавать, там стихи все эти. Вот. Но я сторонник естественных процессов. Вот. Что касается вашей нестабильности, вы говорите, то там слушаю, то не слушаю, то следую, то не следую. Это вполне закономерно для большинства жителей Кали-юги, потому что в Кали-югу у всех у нас гуны благости не хватает. Вот. И поэтому периодически гуны страсти, невежество стаскивает нас вниз. Вот. Также нужно помнить, я об этом часто говорю, что мы находимся в океане материального существования. Так и называется термин Бхава Сагра, океан материи. И в океане волны, да, волны вверх-вниз, вверх-вниз. И даже в какой-то момент мы можем вообразить себя там какими-то возвышенными, как бы вы говорите, гениальными, да. А завтра этот гений, так сказать, уже будет лежать в тамагуне. Вот. Потому что материальный мир так действует. И Кришна через природу, волновую природу этого мира, Он также учит нас, чтобы мы не гордились, чтобы мы чувствовали всегда полную зависимость от Него. Вот. Кто-то кого-то может называть гением, но сам этот человек, он не такой дурак, чтобы себя считать таковым, да. Он понимает, что просто частица, частичка, маленькая частичка Духа, и полностью завишу от Кришны, от милости, духовного учителя, других вайшнавов. То есть смирение, вот что важно. Вот эта вот нестабильная природа материального мира показывает нам, да, что в какой-то момент мы наверху, а завтра мы внизу. Вот. Это все чисто внешние показатели вверху-внизу. Но внутренний показатель, это насколько я действительно зависим от Кришны. Вот. Поэтому самое главное, это оставаться в процессе слушания, воспевания. Тогда запоминание будет естественным, эти вещи будут как-то откладываться сами собой. Вот. Как говорится, повторение, мать учения. На этом мы сегодня закончим. Спасибо Вам за интересные вопросы. До новых встреч. Харе Кришна. Ом Тат Сат. Субтитры создавал DimaTorzok